ассаляму алейкум мир вам с вами сергей и амир хан добро пожаловать на нашу передачу снова амир хан я посмотрел то видео которое ты мне отправил и она мне очень не понравилось кому она понравится в общем для тех кто не в курсе последнее время может быть сколько уже месяц назад где-то вышло видео телеканала дождь который рассказывает ситуации трех девушек из дагестана которые были замужем за мусульманами и они рассказывают свою историю о том как это ужасно как это плохо каких там били короче как над ними издевались унижали и так далее и ну мы не могли обойти это стороной дело в том что почему не могли обойти стороной потому что телеканал дождь начал свою эту программу с того что они сказали мы будем снимать про ортодоксальных мусульман христиан и иудеев но показали видео совсем другое и это но явная ложь это явная работа против ислама именно такого ортодоксального как они говорят понимаешь то есть кто посмотрит эту передачу сразу такое ощущение как будто у нас в дагестане все религиозные именно семьи то есть ведут вот такой образ жизни как они описывают там то есть они что хотят сказать именно в этой передаче что мусульмане соблюдающие именно мусульмане так обращается со своими женщинами и вообще эту передачу мы долго тянули тянули потому что во первых она очень длинная скорее всего получится и очень сложная и тема такая вот тема не шепетильная да поэтому ее откладывали откладывали но вот после этой передачи который снял дождь мы не выдержали мы не выдержали так да наши дорогие любимые женщины сегодня передача посвящается вам и так вкратце о чем были вообще почему в чем суть раздора да то есть вообще в интернете много уже есть я знаю даже опровержение на это видео может быть некоторые кто нас сейчас смотрит не в курсе вообще что там за видео вышло да на дожде ну если говорить честно я когда включил это видео я посмотрел только одну историю вот первый больше и у меня просто нервы не выдержали смотреть я отправил тебе и что знаешь когда тебе так ложь вот просто льют на тебя естественно мне тоже было на самом но это можно мне это двойнее приятно потому что во первых оскорбляют мой народ например да еще именно мою религию в общем для тех кто не в курсе то то есть вкратце дождь приехали или нашли женщин которые были замужем за дагестанцами за мусульманами но сейчас они но это две ситуации там их в общем три третья ситуация это девушка которая просто сбежала из дома потому что она боялась своего отца и то есть а первые 2 1 убежала потому что то есть ушла от мужа потому что он ее бил и не работал якобы да то есть мы вообще скажем то есть такая есть оговорка по поводу всего этого видео во первых дождь он то есть как канал тем более такого плана видео это же как исследование как документальный фильм правильно они по сути должны были с обоих сторон посмотреть как судья да он же не слушает только одну сторону да в разбирательстве смотрит обе стороны если ты смотришь одну сторону тебе можно рассказать все что угодно и я такой классный пушистый и я прав а все остальные негодяи сплошь воры и вообще меня кинули да то есть так и будет канала но у них это не получилось так они так и сделали они так и сделать понимаешь они взяли одну сторону выслушали их и поверили то есть они такие странные как будто в этом мире никто не лжет никто не приукрашает каких-то фото чем это же женщины а женщины не врода конечно не то что женщины не врут а именно когда кто-то рассказывает например судебное разбирательство даже пусть будет судебный шариатский суд да когда шариатский суд выслушивает он не имеет права выслушивать только одну сторону он должен две стороны естественно то есть приходит муж и жена и рассказывать свои проблемы судья на основе их него разговора их него рассказывая носит какое-то определенное же этого недостаточно обычном обе стороны нужно выслушать пулюс потом которые были свидетели потому что ты же откуда ты знаешь кто из них говорит правду не на самом деле бывает моменты именно семейной жизни мы же не знаем что там происходит много понимаешь и об этом никто не расскажет кроме мужа и жены дети еще бывают ну да суть в том что выслушать только одну сторону потерпевшего это это грубейшая ошибка которую сделали именно репортеры и редакторы канала дождь то есть это это первая основная проблема но какую вообще проблему затронул дождь насилие в семье правильно то есть они говорят о том что существует насилие в семье когда мужчина преследует может быть там бьет иногда свою жену или в конкретном этом ролике он там насиловал свою жену и эти все вещи говорились и на самом деле это это есть это происходит и не только в мусульманских странах это происходит везде даже здесь в украине которые якобы христиан на короче атеистическая страна это здесь тоже есть это происходит вообще везде но канал дождь на что сделал он делает упор именно на том что это делать ортодоксальные мусульмане но но кого не показали в этом ролике вот первая ситуация эта девушка она жила с мужем кто ее как как муж ее вел вообще себя ну типа он ее этот насильно заставлял что-то делать обязывал там работать работать правильно они в первой ситуации рассказывают что ее муж не работал сидел на диване и убил и заставлял ее работать это да это же не про мусульман вообще речь идет то есть я я не говорю про ее мужа на самом деле потому что мы не знаем кто он подожди да почему вот эта тема вообще поднималась именно в дагестане ради справедливости нужно заметить что есть такие мужчины которые не работают сидят на диване да заставить не то что заставляет жон работать им приходится выходить на работу чтобы обеспечивать семью они ради ради своего мужа выходят ради своих детей выходят работать но эти женщины которые сталкиваются с такой проблемой они не выходят на телевидение и не выносят ссор из избы они разбираются как это нужно по шариату вторая ситуация там про дочь то есть дочь которая ее якобы отец он тоже по моему пьяный приходит иногда домой и он она не сказала кстати что он ее убил и она не сказала она говорит что она боится его то есть постоянно он может быть всплески агрессии такие вещи и поэтому она в итоге убежала из дома вот вторая ситуация и третья ситуация это явно у девушки какие-то отклонения она сама рассказывает фильме что ее бабушка поила когда она была еще младенцем поила ее водкой чтобы она спала там не плакала то есть ну естественно это повлияло и на ее психику во взрослом возрасте она уже себя но ведет может быть неадекватно но тем не менее выдали насильно может быть замуж аллаху алим и этот муж там ее насиловал вот эти три ситуации они очень интересные и дождь канал выдает это все за за то что вот они мусульмане они вот такие ислам как бы к этому побуждать они же не говорят что мусульмане именно говорят что это ортодоксальный ислам и что ислам это вот так вот этот сам телеканал для чего это все снимал естественно чтобы распространить свои либерасти либо либералистические либераст вообще либеральный либеральный короче они либерасты распространить свои либеральные взгляды именно на кавказ и начал это именно почему-то с дагестана но давайте именно разберем откуда это откуда все корни идут то есть это феминизм да вот что такое феминизм наверно все знают и мы этот углубляться не будем но что хочется отметить откуда взялся этот феминизм да и кто-то же его спонсировал он уже не может быть вот на при какой-то движение должно быть какие-то спонсоры этого движения да потому что это за обратно дарилен и и я смотрел одну передачу там как раз обсуждали это явление откуда она зародилась и самое главное кто ее финансировал то есть это семья архфеллеров финансировала это движение а почему теперь все понятно и интересно для чего им это надо как бы они например да в чем заинтересованность деньгах то есть раньше женщины не могли работать то есть или кто работал они получали зарплату меньше чем мужчин тем самым они не платили налоги то есть рокфеллером когда они захватили большее количество бизнеса этого лимита невыгодно было то есть они поддержали движение то есть чуть-чуть что добили женщины равенство работе то есть женщины могли работать получать зарплату такую же как мужчины и платить налоги как и мужчин понял да то есть от этого кто выиграл женщины нет этого выгла выиграли вот эти вот рокфеллера банкиры и все остальные и сейчас как бы модно связи с этим стал даже среди мусульман всякие такие термины как например мусульманский феминизм абьюзинг да абьюзинг такой слышал такой чуть такой но я знаю что это да абьюзинг это если мужчина проявляет какое-то насилие к женщине то есть будь оно физическое психологическое или экономическое физическое понятно да там если он бьет ее насильно насилует там там еще что делать психологическое то есть он как-то влияет эмоционально давит также экономическое как никто может что значит экономическое деньги у нее забирают не дает не дает она хочет что-то купить ну и нужно что-то необходимого женщина необходимо что не то что там колечко купил платье нового купил а вот действительно что-то необходимое то есть он этот ее шантажирует этим не дает деньги например притесняет этим и так далее им как бы это не нравится но с другой стороны вы же сами хотели при этом деньги у него есть да да при этом деньги у него есть понял да ну вы же сами это хотели вы же этого и добиваетесь что каждый типа в европе уже есть такое знаю швеции один украинец женился на шведке и он сначала не привык также жить чем почему проблема как каждый отвечает сам за себя то есть они идут магазин и каждый покупает сам себе еду даже так да то есть он привык да как не готовит она себе да 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 чуть ли даже в холодильнике если там полка ее полкой а он же не привык так жить и он первое моют мои печеньки да и он первое время ходил в магазин и покупал продукты на свои деньги да пошел купил потом смотрит к нему на счет приходит этот деньги половину суммы от его жены что такое ну ты же как бы купил эти половины то есть он даже с ней начать его сначала ругался он сначала не понимал чем проблема потом уже привык он уже ничего не говорила сама ему деньги вот так вот отправляла и вот так вот живут то есть ну вы сами хотели это пожалуйста а на самом деле как в исламе даже обстоит дела то есть муж ответственный за семью и он уже обеспечивает ее жену именно он обязан это делать покупает ей тоже необходимо то есть он обязан это делать и жена живет в достатке никаких проблем нет но мы к этому вернемся дальше второй термин газлайтинг газлайтинг что это такое газовать на налегке вот нет это допустим как это объяснить вот жена и муж да и муж взял сделку то гадость например допустим да вот села раздел кофе на стол и жена заходит увидит его вот ты неряха чё ты сделала я ничего не делал как как ты дал это ты уже забыла конечно вы женщины все такие все забываете у кофе разлила тут давай убери давай быстрее чё за позор как а сам прикалывается понял и он от этого кайфую то есть он тем самым унижает женщину типа вот так куда она понять не может именно начинает думать сама себе у действительно может и я сделал и уже забыла погнала короче понимать и начинает в это верить и психически он ей так вот унижает короче вот это называет газлайтинг я и чему это говорю чтобы это не было что это с воздуха где-то взято что есть такие мужчины есть такие семьи которые действительно унижают женщину это не ограничено республикой дагестан вот именно это мусульманскими странами дед везде есть это плохо на самом деле и первые места кстати держат не мусульманские страны а именно не мусульманские страны возьмем даже россию украину здесь больше бьют женщин по пьянке да или еще еще как унижает чем на кавказе понимаешь да на кавказе есть свои минусы где женщины там приходится делать мужскую работу как говорят хорошо это по пьянке но ведь они же в ролике говорят что это ислам их к этому побуждать они же к этому ведут представляешь себя но есть неужели ислам это такая анти женская анти такая человеческая я бы сказал да античеловечная религия разве это так женщины во первых но они под подвержены эмоционально к определенным какие там вещам они близко к сердцу много вещей принимает эмоционально как бы вас принимаю вас принимает все эмоциональный понимаешь да вот и одно когда женщина сидит дома да как это было может раньше занимается своими делами до домашним или выйдет там пообщаться с подружками так далее сейчас я чего хочу сказать к чему я веду к соцсетям женщины и соцсети то есть и 100 instagram facebook и так далее большее время сейчас женщина в доме чем занимается то есть у нее есть пылесос то есть уборка два раза сократилась посудомоечная машина стиральная машина то есть работа по дому сократилась можешь сказать почти на нет плюс дети у некоторые нянек нанимают дети уже или в школу садики отдают то есть у женщины появляется свободное время она может некоторые чего делать занимается как использовали соцсети да открывает свой бизнес полезным делом какие-то занимается продают то есть что-то делают да полезное а некоторые просто тупят телефон подписываются на всяких куриц да даже будем говорить ладно эти курицы оставим на мусульманок определенных блогершах мусульманок и так далее которые просто описывают свою жизнь они может замужем за каких-то богатых шейхов дубайских там или каких-то бизнесменов вот их не мужья им покупают всякие дорогие платья машины там кольца драгоценности да и они хвастаются этим соцсетях понимаешь а простая например мусульманка она смотрит на это это же хочется ну понятно женщина всем хочется ездить куда-то на отдых там да 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 это я не смотря начать завидовать то есть вот это вот про реальная проблема приходит бедный муж с работы которые там еле как заработал на хлеб там на еду приносит иду домой она с такой рожей сидит ты меня не любишь ты меня там этот колечко мне не покупаешь подавно подарки мне не делал и начинается вот эта проблема начинается с этого и начинается ссоры всякие там недопонимания и так далее и доходит даже до развода это же проблема соцсетях вообще да у них такая проблема что когда ты смотришь страницу какого-нибудь популярного блогера да они же выставляют только самые лучшие моменты своей жизни даже вот она там на курорты ездит или там ей что-то дарят но в тот же самый момент может быть ее муж изменяет ей или бьет ее или бухает пьет так это они никогда не расскажут они об такая счастливая классно на самом деле она там может быть рыдает на как сериала ночь тоже самое это тоже плачет нас смотрится всяких сериалов или фильмов увидят там эту любовь какая она там бывает и они думают что такая любовь на самом деле есть а когда они не получают от от мужчины вот это вот они думают и меня не любишь я тебе отправила эсэмэску 40 минут назад ты до сих пор на нее не ответил а он там занят был там пашет короче деньги человек вышел мужчина вышел на работу чтобы заработать деньги прокормить тебя тебя и твою семью твоих детей например да сидеть на работе это она звонит тебе блин в рабочее время а что ты делаешь как дела что ты делаешь работаю блин я чё я делаю как понять еще и делаю что за вообще я понимаю ты позвонила что-то случилось надо посоветоваться хорошо там у тебя тебя дети давили дам ты должна душу кому-то излить кому-то мужчина я 10 минут звонить что ты делаешь это перебор то есть реальность до реальность это не соцсети и соцсети никоим образом не отражу не отображают реальные жизни тех людей которые которые там что-либо делают любовь любовь фильм это просто как фильм да ты не фильме живешь в фильме есть всякие там супермены бэтмены там кто еще иксмены но в реальности то такого не существует то же самое соцсети это это не реальность это приукрашено любовь любовь должна быть ради аллах если любовь ведь ради аллах мужчина и женщина полюбия друг друга ради аллах то есть у них все будет прекрасно в семье а когда ты любишь а когда ты любишь его ли ты ее и без нее жить не можешь то она тебя любит за тебя там чуть ли там не умрет короче да и что она и что этим там еще вот этим добьешься а потом когда он что-то сделать не то все ты меня не любишь и начнут скандалы и все остальное никогда тебя ничего хорошего не видела никогда в жизни я ничего хорошего и вообще ты меня бьешь хотел пальцем пальцем я никого жить не тронул как где это было ты просто него было а потом момент он меня избивают хорошо но что говорят шариат вообще по поводу этой ситуации есть ли у нас ответы на эти вопросы которые были заданы конечно есть ахамдуллах уране и сунне я ходим ответы на все наши вопросы ислам это совершенная религия который упорядочил все в этом мире и даже семейную жизнь даже права женщин аллах защитил во-первых хотелось бы сказать что коран говорит о посланнике в алине саляту вассалям аллах говорит лякад кана лякум фи расулей ляги усватун хасана он говорит уже был для вас в пророке мир ему благословение аллаха ясный хороший пример то есть мы должны пример с кого брать в наших действиях не с там дяди васи или там даже это будет дядя мухаммад какой-то который непонятно кто наше кто к чему мы возвращаемся в нашем поведении понимание религии и этим всем вещам это посланник саляту вассалям теперь давай посмотрим как он вел себя со своей женой со своими женами у него было много за всей семьей со своей семьей а нас родила вангу был его слугой да все время и он рассказывает что он не видел никого более более милосердным или милостивым к своим домочадцам более чем пророк алиэссаляту вассалям то есть из всех кого он тогда жил самым лучшим к своей семье был посланник аллах алиэссаляту вассалям мы знаем что он никогда не бил своих жен мы знаем что он им помогал по хозяйству он мог убраться у себя там в комнате позаметать то есть это не это не было западло это не было никакой проблемой и также посланник аллах алиэссалям сказал что хуэру кум хуэру кум хуэру ли аглии лучше из вас тот кто лучший для своей семьи и после этого говорил и лучший для своей семьи это я то есть он тем самым что говорю что все люди все мусульмане должны хорошо относиться к своим семьям семья значит и к отцу и к матери правильно первую очередь потом жене к детям явно видно что ислам нету в исламе там приди ударь жену обозви ее там вот ими унизь как нибудь нету такого это это придумано и это наглая ложь пророка алиэссаляту вассалям никогда не был ни одной из своих жен другом достоверном хадисе приводится о том что посланник аллаха салям сказал что трое в день суда в ямакияма аллах не будет с ними говорить не посмотрит на них и не очистит их и им уготованы страшные мучения и среди этих трех альманнан альманнан это это человек который дает деньги жене да или детям которые спрашивают его но при этом он дает им как будто бы делает это одолжение то есть он не просто дает он вот я тебе даю вот я какой классный смотри на вот возьми купи там себе там нижнее белье или там платье или еще что то и почему посланник аллаха салям порицает это почему это порицаемо потому что это наша обязанность мы как мужчины обязаны женщинам их нужды первоочередные закрывать субханалла вот ислам ислам знаешь вот так как против мужчин а не против женщин ислам возвысил женщин то есть что значит выйти замуж выйти замуж само по себе да она вышла замуж она за ним как в крепости да он ее защищает он ее обеспечивает он ее кормит одевает как детей субханалла что еще надо женщина не обязательно работать а если она хочет работать и муж ей естественно он как глава семьи как говорится глава семьи у каждой у каждой семьи должен быть куда глава это как глава страны глава города ну или будет просто анархия революция если муж ей разрешает выйти на работу и скорее всего так часто бывает именно в нашем современном мире женщины работают то что она зарабатывает это ее деньги муж не имеет права у нее даже забрать ни одну копейку взять пока она сама ему ну не подарит или не даст сама то есть это ее деньги она делает что хочет с ним покупает себе что хочет не обязательно ей там расходовать на мужа или на детей себе это лично ее деньги и мужчина не имеет на ее деньги никаких прав правда ученые вообще говорят что харам то есть если к тебе пришла жена и ей действительно нужно она что-то просит а ты отказываешь в этом или ты говоришь хорошо я куплю а сам не покупаешь все ты ты грех делаешь субханаллах это вообще харам харам и в этом хадисе именно приходит ваид то есть говорит азаб то есть в этом хадисе конкретно приводится что человек манан который это делает постоянно ему будет за это уготованы мучительное наказание некоторые знаешь как получается на это такое внимание не обращает типа чё ты я и тебе купил вот на там жизнь там чё за это я не понял нормально веди себя субханаллах тебе такие вещи можно говорить мне наверно нет этот хадис конкретно отвечает на на как бы обвинение дождя дождь говорит что нет она вот может работать короче он ее заставляет сам не работать нет пророк алей саляту ассалям говорил наоборот субханаллах а то что дождь выдает за истину это ложь вот вот что я хотел сказать что это хадис все ставит на свои места и самый прикол то что они все спаливают это на ислам да вот наоборот защищает женщин ты так ты нормально даже ислам не изучать это проблема всех мусульманок изучите свою религию изучите свою религию субханаллах прежде чем ну хорошо скажите про про ее настоящего мужа что он там вышло опровержение что он вообще сказал вот этот брат снял видео говорит я не хотел как бы говорить ссор из избы выносить но она сама это сделал и поэтому я тоже не могу молчать нужно сказать для справедливости чтобы то есть мы сейчас послушаем вторую сторону этого вопроса да то есть и она высказывалась теперь он высказывается на самом деле как это было все она приехала в дагестан неграмотной он договорился в буйнарске там в школе определенной чтобы ее приняли туда на учебу она ходила училась закончила школу теперь она хочет это хочу открыть свой бизнес не помог за его деньги он открыл ее бизнес где она работала целыми днями дома не бывала была в этом магазине продавала свою одежду хорошо дети что делал муж она год не работал муж да он не работал где да я не работал а как я мог работу я дома сидел смотри сидел вместо няньки смотрел за детьми готовил им кто тоже должен это делать пока она на работе вот все а потом чего она сделал потом вот что-то в голову стукнула не ты меня там не любишь не надо и сюда короче и свободу свободу захотела да там поэтому поэтому и суд присудил детей ему потому что она во первых когда она она их била и он даже там показал эти фотки побоев так далее и когда суд это все увидел естественно он присвоил детей ему хорошо теперь другая ситуация вторая девушка она говорит что ее муж ее насиловал вообще такое бывает на самом деле то есть когда мужья насилуют своих жен берут их против их воли и это к сожалению есть и в исламе но но я имею ввиду среди мусульман в исламе этого нет и мы сейчас это увидим к сожалению это существует и среди мусульман но это существует вообще везде на самом деле и статистика показывает что и европейские страны конечно больше всего африка от этого страдает африканские страны но после них это европа и мусульманские страны вот так что вообще то есть все опираются на то что на хадис посланника аллаха салям аллахи салям который говорится если мужчина позвал свою жену в постель имеется виду для совокупления и она ему отказала и после этого он провел ночь будучи злым на нее то есть будучи злым на нее то ангелы проклинают ее до того момента пока не зайдет солнце некоторые мужчины к сожалению среди мусульман которые просто прочитают этот хадис поймут его вот вот я сказал я хочу все если то есть какая-либо причина кроме кроме месячных короче не катит на самом деле это не так ученые поясняют что естественно если у женщины нет настроения если она плохо себя чувствует если она болеет если у нее какое-то бывает хузн шадид да то есть если она опечалена сильно там может происшествие какое-то было то естественно этот хадис не не работает это если она беременна да да это первое это это первый момент второй момент где в этом хадисе сказано что если она тебе отказала пойди изнасилуй а сказала фабата от банана если он провел ночь будучи на нее злым но не говорится она тебе отказала она за это пострадает не говорится же пойди и изнасилуй а возьми и силы типа ты ж сильный то есть такого нету узбеля если мусульманин такое сделать то это это грех на нем по-любому этого делать нельзя какие вообще выводы мы можем сделать из этого фильма во первых как говорилось ранее в наших передачах что нужно проверять информацию правильно потому что информации последнее время очень много и она вот идет как потоком и ты просто news не успеваешь знаешь остановиться вот как ты вот едешь на автобусе да и вокруг тебя там дома короче леса и ты не замечаешь что на самом деле там происходит у тебя такая размытая картинка то есть чтобы тебе все это осознать что нужно сделать выйти из автобуса остановиться выйти из машины посмотреть осмотреться с информацией так же сам то есть вы смотрите этот поток информации нужно ее обдумывать и вот проблема современного мира что информации просто очень много и ты не всегда знаешь что нужно отсеять что нужно посмотреть кто говорит правду кто лжет то есть это основная проблема да и обращение к мусульманам как мужчинам как и женщинам изучайте свою религию это все от незнания чай или чай лизм понимаете если человек знает мусульмане знают свою религию он не будет такие вещи делать он не будет плохо относиться к своим с женам женщины не будут так вести себя с мужчинами если каждый будет знать свои права то есть мужчина будет знать права женщин женщина будет знать права мужчин все все будет нормально если будешь жить по курану и суне все будет хорошо все это происходит от незнания своей религии я хочу еще тут такой вот один вопрос поднять именно хиджаба например сейчас очень начала распространяться вот это вот фитна то что мусульманки снимает хиджаб при этом они не отказываются от религии вот но они снимают хиджаб типа это меня сковываю я долго терпела не могу а сейчас то есть это тоже вот этот вот распространение вот этого либерального ислама как говорится в соцсетях они наслушиваются насмотрятся и опять почему это происходит потому что нету знания если бы женщина знала свою религию знала для чего она носит это хиджаб и потому что что ей муж сказал отец сказал или кто-то еще сказал нет потому что аллах приказал все то есть ты это делаешь ради аллаха также как я говорил про это про любовь не любить человека какого-то из-за него умирать нет любить ради аллаха то есть ты любишь этого человека почему ради аллаха что значит Так, ты когда выбираешь мужа или жену, ты смотришь в первую очередь на его религиозность и нравственность. Так как пророк нам завещал, когда вы выбираете себе супруга, смотрите на его первую очередь, на его религиозность, нравственность, религиозность. Если вы из-за этого его выбрали и начали жить, это значит вы полюбили его ради Аллаха, понимаешь? Вы его, пока он соблюдает свою религию, призывает к благому, относится, естественно, он будет относиться к вам хорошо, если вы из-за этого, то есть счастье будет в семье из-за этого, субханаллах, и поэтому обращаюсь к тем сестрам, которые смотрят, не смотрите, отпишитесь от этих всяких непонятных уже мусульманок и так далее, которые призывают к неповиновению Аллаху, к неповиновению своим мужьям, и снимаете, из-за этого вы снимаете хиджаб и так далее. То есть, бойтесь Аллаха, субханаллаху, субханаллаху, таким образом, и не умирайте не иначе, как мусульманами. Да, следующий момент, о котором хотелось бы так же сказать, это то, что это больше обращение к немусульманам, если нас таки будут смотреть, о том, что ислам и мусульмане – это не совсем одно и то же. То есть, ислам – это основа совершенная, это Коран и Сунна, это жизнь посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха. Но мусульмане, к сожалению, в последнее время, они не всегда следуют канонам ислама, и если они следуют одним, они могут делать упущение в других моментах, правильно? Потому что люди в основе, они несовершенные, мы делаем упущение там и сям, и мы можем даже об этом не знать. И, к сожалению, это есть. Плюс вопрос конформизма, он тоже стоит очень остро, то есть, когда ты живешь в каком-то обществе, да, где есть определенные обычаи, очень сложно идти против этих обычаей. Даже если тебе, то есть, получается ситуация, когда человеку ислам говорит делать одно, а обычаи делать другое, и из-за того, что вокруг тебя все эти обычаи соблюдают, очень сложно именно абстрагироваться от этого и пойти как бы против всех, то есть, это нужно иметь реально мужество. Против общества. Да, да, то есть, почему ты идешь против общества? Не потому что тебе так хочется, и не потому что это модно, потому что так вели тебе ислам. И это тоже тяжело делать, к сожалению, то есть, немногие способны на это решиться. Вот. Это все нужно очень понимать. Да. И последнее, что хотелось бы сказать, что, к сожалению, действительно в некоторых мусульманских культурах присутствует насилие в том или ином виде над женщинами. Но, если смотреть в общем, то, ну, ислам к этому не побуждает. То есть, проблема не ислама, а именно тех народов, к которых ислам пришел. То есть, у меня иногда такое ощущение, что, знаешь, был народ, правильно, у них были какие-то доисламские, грубо говоря, традиции. И когда ислам пришел, он какие-то традиции поменял, да. Там таухид принес и все остальное. Но некоторые он оставил, как они и были. То есть, люди просто, не знаю почему, не взяли эти моменты. То есть, могло же произойти такое, правильно? Да. Поэтому они остались и делают то, что и делали. Это все потому, что взяли одну часть религии и оставили другую. Да, да. Часть взяли, часть оставили. И это неправильно. Ислам – это полноценная религия, нужно ее брать полностью. Нет такого, это подходит для моего народа, а вот это не подходит. Раньше так в царе делали. Это нравится, это не нравится. Да, это нравится, это не нравится. Так не бывает. Аллах один, религия у него одна и закон один. То есть, нельзя, вот это я возьму, то беру. Это что, христиане, что ли, какие-то лиудеи? Мы мусульмане. Мусульмане следуют Корану и Суни и берут полностью религию, как она пришла от Аллаха, тем мы отличаемся от неверных. Угу. Я, кстати, вот был, если взять Юго-Восточную Азию, тоже Малайзию, я не знаю, чтобы там мужчины били своих жен. То есть, если, я имею ввиду, некоторые говорят, это ислам. Нет, вот есть азиатские страны, где этой проблемы практически нет. Никогда об этом, я год там прожил в Малайзии, я этого ничего не слышал. В Турции тоже так же, в Турции тоже там, там у женщин очень большие права, там мужчины боятся что-то им поперёк сказать, понимаешь, потому что даже если она в суд обратится, суд станет на её сторону и так далее. Знаешь, такие вещи, такие вот видео, если ты его посмотришь и ты не подготовлен, оно именно влияет на тебя. Да, влияет. То есть, ты мусульманин, ты веруешь, ты не делаешь этих вещей. Но ты можешь посмотреть, особенно человек, который недавно в исламе, да, или… то есть, я уверен, для этого это видео было сделано. Да, скорее всего. То есть, человек, который ищет об исламе или недавно принял ислам или ещё не укрепился в исламе, он посмотрит такое видео, посмотрит, что эти мусульмане Аузубиля бьют своих женщин, там не работают и заставляют их работать, там дочь свою там издевается над ней и так далее. То есть, этого нет, это ложь. Это обращение к мусульманам, да, то есть, как бороться с этим? Бороться вы должны сами, то есть, нет дыма без огня. Да, это тоже важно. То есть, что-то их сподвигнуло к этому, значит, естественно, есть такие персонажи у нас, кто так делает, понимаешь? Поэтому все нашло, хоть даже один. Поэтому весь… вы запомните, что все не мусульмане, весь мир смотрит на вас. Аллах выбрал вас, как пример для подражания. То есть, на вас смотрят, да, ислам идеален, но мусульмане не идеальны. Поэтому нам нужно стремиться к тому, чтобы быть идеальным, чтобы быть именно так, как учит ислам. И, братья и сестры, последнее, что мы хотели бы вам сказать, это не забывайте поставить лайк, подписаться на канал, оставить комментарий, нажимать на колокольчик. Субтитры создавал DimaTorzok У Абаракья Того.